Мы представляем нашу гостью. В нашу студию приехала прекрасная Анна Навродская. Она у нас руководитель единственной в крае некоммерческой организации «Своя земля», которая занимается вопросами благоустройства и вовлечения молодежи в эту всю сферу. Это вопрос такой для нашего города больной, да, все, что связано с благоустройством. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, как добрались к нам? Быстро. Быстро. Почти сертификат получила. Почти. Ну, мы и наши гости не могут получить, к сожалению, сертификат. Ну, чем сейчас занята ваша организация? Что будем благоустраивать этим летом? Мы занимаемся подростками, школами. В этом году мы займемся 35-й школой. У нас 26 мая проходит открытие арт-объекта, который ребята сделали сами, с участием архитекторов, с участием столяров. И мы его будем, это тактический урбанизм, это когда у тебя немного ресурсов, но тебе нужно сделать что-то, что-то очень хорошее и своими руками. То есть вы с детьми создали какой-то арт-объект. Тактический урбанизм. Классно, чем ты занимаешься, тактическим урбанизмом? Урбанизмом. А, урбанизм. Урбанизм. Был бы здесь ведь рубан, он бы тебе сказал, что такое урбанизм. Он занимается, рубанул бы тебя сразу тактически. Случится неприлично, честно говоря, даже как-то несколько звучит. Итак, а что за арт-объект? Детки какие его строили, делали, пилили, ваяли, спаивали, что с ним делали? Да, они делали, символ тактического урбанизма, это у нас палеты. О, палеты. Это деревянные такие площадочки, на которых товар. Да, их можно бесплатно достать, их можно использовать, на них можно тренироваться. И это первый объект, который дети, ребята, сделали руками. Это такая большая-большая скамейка в форме корабля. Мы приделали туда мачту, арматуру, все это сварили. Они это своими руками отшлифовали, покрасили яхтенным лаком, там какие-то доски. И вот сделали флажочки. И можно в море выходить. Но тематика задалась самой школой, 35-я школа, с прекрасным видом на бухту, рядом колхоз Ленина. Ты в Широглазке школу у нас, 35-я. О, а я сижу, стыжусь спросить, где 35-я школа у нас? Там действительно классный вид. Мы думали как-то по работе. И там большая территория школ. Но наша организация сконцентрировалась именно на школах на данный момент, потому что фактически ни одна территория школ в нашем городе не имеет никакого благоустройства, кроме спортивных площадок, в крайнем случае какие-то детские объекты. А вот что-то интересное, и почему именно подростки? Подростки у нас аутсайдеры нашей среды. Если для детей еще хоть как-то что-то есть, а для подростков нет ничего. Ну кроме Спартака, где есть воркауты вот эти вот, мне кажется, где еще на улице подросткам тусоваться? И хочу сказать большое спасибо директорам школы. Мы работали с 42-й школы на Северо-Востоке, с 40-й школы на Северо-Востоке, с 35-й, потому что это большая ответственность. И переживают люди, потому что очень большую ответственность несет руководитель, когда они что-то делают. Поэтому вот один из вопросов, почему у нас на территории школы ничего нет, потому что все боятся ответственности за детей на территории школы на очень приоритетах. Или просто боятся отвезти территорию для детских арт-объектов. Может быть, не хотят заморачивать? Это приказуемо. Могут всю школу превратить в детские арт-объекты. У меня сын-подросток, и я представляю, вот тебе на место, вот тебе там белую стену, твори арт-объекты. Я представляю, что через несколько часов на ней появится. Поэтому, я так думаю, директора вот этого побаиваются. Батон Елизавчанин? Да, да, да. Вполне вероятно. Точнее его эскиз, я так думаю. А вот скажите, есть что мешает в вашей работе, может быть? Или что помогает? Говорите правду, никого не бойтесь. Если что, мы за вас... Доставайте список. Мы за вас всегда, мы за жителей, понимаете? А ваша работа делает наш город лучше. Не один же только Федор с лопатой, да? Конечно. Как одинокий волк. У вас там банда целая? Банда, да. Неравнодушная. Неравнодушная. У нас проект социальный, вот именно по лечению подростков, называется Архичертенок. Архичертенок? Архичертенок, да. И от слова чертить, я надеюсь. Ну, конечно. От слова, эх, черти! Архиважный и архинужный. Архинужный, да. И в прошлом году ребята, которые участвовали в этом проекте, победили на всероссийском конкурсе с проектом «Моя школа». И в следующем году, скорее всего, будет реализовываться на сороковой школе уже пространство с их идеями, скажем так. С чем они победили? У них была презентация по креативной площадке в этническом стиле на территории школы. Это было визуально? Это был макет, это была общая презентация с идеей и концепцией. Ребята, конечно, не проектировщики, да, они не могут там сделать сразу проект, смотреть на документацию, нет, конечно. Но саму идею, функциональное пространство и что конкретно они хотят. Вот они это сделали, и Диана Котлерова, ученица 11 класса сороковой школы, победила. Сейчас она уже студентка, в Владивостоке она учится. Мы поддерживаем связь до сих пор, и ребятам интересно, когда это будет уже реализовано. То есть, а в этом году, в 35-й школе, мы решили начать сразу же с реализации. И в этом плане тактический урбанизм. Палеты что-то взяли, шуруповерты. В каждой школе есть большие столярные мастерские, которые, к сожалению, зачастую пустуют. Нет людей, которые готовы работать вообще и с детьми. Как же тот самый трудовик из анекдотов. В каждой школе должен быть. Он должен быть. Надо поискать, где-то там подросток. Да, да, да. Где-то тут должен быть. И самое интересное, что ребятам нравится всегда, в любой школе есть ребята, которые готовы поучаствовать. Они 4 часа у нас макетировали, кажется, подростки, боже мой, они всегда с этими телефонами. Ну, то есть дети активно отвлекаются, да? Да, ну вообще вот это дать возможность ребенку, подростку в таком возрасте влиять на город. Соответственно, каким он вырастет. Активным гражданином. Ну и он будет понимать, что есть всегда какая-то возможность что-то сделать. Вот, наверное, я выросла именно так, поэтому... Не просто ругаться в соцсетях, да, фотокарточки. Делать, что-то делать. Делаловаться, да, да. Ну а какие, вот просто хочется услышать, что предлагают дети? Вот какие арт-объекты, вот хотя бы чтобы мы представили, что в голове у детей. Что в голове у детей, как они предлагают улучшить город, каково их видение, как они это видят? Реально ли это вообще? Да. А вот на креативной площадке «Цифра», которая вот в 40-й школе будет реализовываться, что они предложили? Во-первых, им не хватает каких-то зон для уединения, вот действительно попить кофе и пообщаться. Они очень интенсивно учатся. Мы с вами жили в совершенно другом мире, да. Им необходимы беседочки, пространство для общения, какие-то, может быть, подиумы, трибуны небольшие. Они придумали скамейку в форме трех вулканов, которая внутри будет наполнена там камней, песок. У нас еще экологическую тему мы прокачиваем заодно, да. Потом всегда заходят какие-то тренажеры, как спорт, какая-то дополнительная нагрузка. Вот. Они какие-то крестики-нолики какой-то. А они придумали квест цифровой, что там можно разместить QR-коды, и ты сидишь, и что-то там можно потом настраивать и получать какую-то информацию образовательную. Можно придумать какой-то квест, пройди там что-то, получи. На стопамятниках есть такая тема с QR-кодами. Да, да, да. То есть вот это все можно интегрировать, им интересно сочетание цифровой среды. Мы пока еще не знаем, как подобраться к дополненной реальности. Это же тоже можно сделать в области благоустройства, когда они будут наводить телефон, да, и видеть какую-то картинку. Здесь, я думаю, может помочь какой-нибудь грант. Какой-нибудь грант. Гранты. У нас же есть фонды там культурных инициатив, президентский фонд, грант и так далее. На все это дело выделяются денежки. Я думаю, что нужно прям заморочиться. Программистов ищем в команду. Да, и готовых реализовывать такие идеи, потому что вот это сочетание цифровой реальности и сочетание благоустройства. Есть регионы, в которых это делают. Мы как бы все тоже... Подсматриваем. Подсматриваем, да, подсматриваем. Интересно, интересно. Ну вот ты расскажешь про то, что они хотят, им нужны беседочки, им нужно пространство. Я прекрасно понимаю, что вот эти вот расписанные, поломанные детские площадки, да, это крик души. Это просто им некуда деваться. Их выгоняют. Поселите нас где-нибудь, дайте нам где-то потусить, чтобы нас взрослые не доставали, дайте нам пообщаться. Потому что там маленькие дети, а куда деваться подросткам? Да, и вот именно у них нет... Площадки детские, либо спортивные, их очень часто выгоняют. И вообще, в принципе, даже психологи говорят, подростков надо отделять. Да, да. Им нужно свое пространство, и у них же там свои социальные, у них же там девочки, мальчики, все мы растем. Я это сейчас наблюдаю на своем сцене, это, конечно, да, это удивительно, вот как это все. Это отдельный мир. Я понимаю, что он уже не дитё, он далеко еще не взрослый. Это отдельная абсолютно категория, которые отдельные отношения, отдельное пространство. Кипяток-шоу на радио СВ. Доброе утро, Кипяток-шоу, в эфире 105.5 на волнах радио СВ Камчатка, в нашей студии. Роман Руков, Макс Восьмой, Алексей Гончаров, я, Настя Островская. И гость, наш прекрасный гость, Анна Навродская, человек, который знает, как из нашего города сделать город-сад. Правильно? Однозначно. Ну, мы говорили про инициативы, про вот эти прекрасные инициативы по улучшению. Но почему их не видно пока что? Кто препятствует? Почему до сих пор наш город такой неудобный? Да, кто в городе отвечает за это? И почему эти инициативы как-то не берутся на вооружение? Почему есть ли поддержка? И как город к этому вообще относится? В Петербургской, Камчатской и Нагородской администрации за все благоустройство отвечает заместитель мэра Александрова Наталья Викторовна. То есть вот если у вас есть вопросы к благоустройству, это ответственный человек. У нас нет вопросов по благоустройству. Нет благоустройства, нет вопросов. Может быть в этом и есть главная фишка? Причем я знаю многих ребят из благоустройства. Ну это вот лавочки, это вот ограждения, ну это как бы трудяги. А вот все остальное... Ум какой-то, да? Да, какой-то мегамоск, который это все придумывает и распространяет. Ну, по-моему, у меня такое ощущение, что этого просто нет. Не у тебя одного. Да, именно так. И, конечно же, вот то, что у нас в городе происходит на области, именно то, что делает город и за что отвечает город в области благоустройства, есть разные же бюджеты, да? То есть одно дело, когда... И вот все, что было до этого вот года, до вот этого года, ну как можно заниматься вот всем этим благоустройством, если нет никаких специалистов, нет архитекторов, которые не привлекаются ни общественность, ни какие-то современные... Ну просто нет специалистов вообще? Нет, специалисты есть, да? Ну, например... Но в городе нет специалистов. В администрации нет. В администрации те, кто люди, кто согласовывают концепции благоустройства, кто придумывают идеи благоустройства. Вот этот вот каркас, да, на который потом уже реализация идет. Вот эти люди, они не имеют никакого образования в этой области. И вот в этом, конечно, большая катастрофа, которая видна. Потому что у нас везде льют бетон. Вот что сделали с аллеей флота? Кто придумал вот эти вот косатки, арт-объекты? Части животных. Это же хвост 7 миллионов, клешни краба 3,5 миллиона. Там на 35 миллионов только вот это вот всего. А при чем здесь 300-летие морского флота? Как это вообще? То есть классно, такие арт-объекты можно поставить около океанариума какого-нибудь, как в Владивостоке. Потом там был нормальный асфальт. Зачем там нужно было уничтожать все, что сделал в свое время Дудников, вот этот натуральный камень? Ну доработайте это, доставьте. А какой функционал там сделали? Ни качелей, ни удобных скамеек. Вот эти вот смотровые площадки в никуда. Ну галочка-то стоит. Вы знаете, квадратный метр благоустройства. Я вам сейчас просто приведу пример. Чупайте-то торчать. 30-35 тысяч квадратный метр обошелся бюджету. Ну по моей мере это просто супер неэффективное использование средств. За такие деньги можно половину парка построить в Подмосковье с дорогой концепцией. Я просто сама лично была, когда мы были на конкурсе, идею преображающей города, возим детей туда. И нас потом депутат Московской думы повел в эко-парк, который делала новая Москва. Им дают деньги Москва, но только после того, как они сделают архитектурную концепцию, согласуют это с жителями, все это представят. Это они делают за свой счет. Это порядка 5 миллионов им обходится. И только тогда им дают деньги в два этапа. Им дали 130 миллионов и там почти 300 в общем итоге они получили миллионов от Москвы и сделали парк. Так там и экологические тропы, это за 300 миллионов, и огромная территория, и площадка в уникальном стиле. У них была птицефабрика, они из дерева сделали такие яйца, какие-то домики и так далее. Отдельный скейт-парк. Причем скейт-парк у них не как бетон. Ну, одним словом, круто. Сделали круто. Они сделали круто, функционально, бюджетно и очень эффективно и для людей. Ну, вот знаете, что я подумал? Конечно, это все надо обсуждать. Мы вот приглашаем к диалогу всех вот этих специалистов, да, которые, их мнение тоже, наверное, надо услышать бы. Ну и можно, вот, товарищи, чиновники, повернитесь к народу лицом-то, да, правильно? То место, которое вы повернули, ты как-то там поднадоела уже. Нет, ну, интересно, а та Алия Флога, которая стоит, ее как-то согласовывали с жителями? Нет, ее никак не согласовывали. Ее даже в общественный совет не представили. Вот я член общественного совета, экспертного, организован над самим губернатором. То есть у меня, например, с краевой властью достаточно, ну, как бы, адекватное отношение, какую-то идею, инициативу с детьми. А с городом не то, что неадекватные, а просто травля, закрытие всех дорог, обсуждение. Подожди, Максим, травля, закрытие всех дорог, что вы имеете в виду? Да, да, ну, конкретно мне. Ну, у нас проект, я председатель ТОСа, мы выдвинули проект, очень уникальный, нам просто отказали без объяснения причин. Я так понимаю, что... И через две недели мы просто узнали, что там написано. Ну, в общем, это... Что вы узнали? Ну, тема глобальная, Настя, потому что тема глобальная. Не можешь... У нас буквально 30 секунд, вот ваша возможность еще раз всем передать привет и обратиться. Пламенные. Подождите, у нас тут очень много, у нас страсти разгорелись, нам нужно больше времени. У нас... Срежете. Ну, что делать? Танцы у нашего города есть, но нужны структурные изменения и работа специалиста. Давайте после новостей поговорим, продолжим. Ну, очень-очень актуально. Сразу после новостей мы вернемся еще несколько минут. Да-да-да, друзья мои, не кладите трубку. У нас по-прежнему, у нас по-прежнему в гостях... Прекрасная гостья. Да, наша прекрасная гостья Анна Навродская. Мы тут заделись, зарубились идеей благоустройства города. Ну, как мне полагается, да, благоустройство делится вроде как на две части. Одна это лавочки-скамейки-урны, да, такой функционал, который в принципе всех пока что устраивает. Вторая это, ну, какое-то обновление, какое-то вот продвижение. Какой-то штурм. Какие-то интересные арт-объекты, какие-то интересные решения, какие-то парки, какие-то экопарки. А мы имеем что? Мы имеем... Стандартный набор. Стандартный набор, ну, аллея флота, да, которую, как бы, никто даже, собственно, ну, то есть общественность не имела отношения к этому. Много есть мнений, да, по этому. Или... Детский парк, который, в общем-то, не функционирует. Который, как бы, и который не детский, и не парк. Я сразу вспоминаю про вот эту вот деревню, этнодеревню, вот этот вот объект, стена плача, про которую столько стебались. Откуда это, кто это, кто это придумал вообще? Двое кораблями там еще. Не, ну, два корабля еще, ладно, их хотя бы с дороги не видно. А вот этот вот ужас, что это вообще? Что думаете? Как это появилось вообще, и как, кого можно предпринять? Есть ли выход? Выход есть. Так как в администрации города не хватает именно города, да, у нас есть архитектор края, да, есть, который решает стратегические вопросы всего края. Он нормальный человек, а ну... Он профессионал, он специалист, да, все. Но его, но город, в городе тоже должно появиться публичный архитектор, публичное лицо, которое будет нести лицо и ответственность за все, что происходит в этой области. И он должен быть специалистом. И, конечно же, нам не хватает диалога со всеми архитекторами, сообществами, которые готовы и бесплатно очень много предоставлять информации и включаться в работу. И вот когда главный архитектор будет, именно города, так как на Сахалине сделали вообще дальше, пошли. Они сделали некоммерческую организацию, подотчетную муниципалитету, набрали туда команду специалистов, урбанистов, транспортников, архитекторов, дизайнеров городской среды и занялись развитием. То есть они создали команду, ту самую команду мечты, которая у нас до сих пор в городе именно не создана. У нас возможно такое создать? Конечно, конечно. А кто стоит, кто препятствует? Или что препятствует? Это вопрос к администрации, да, там, кто и как это нужно разобраться, да. Но у нас есть города, в которых это делается, на Сахалине, на Южно-Сахалинске, там прекрасные организации, которые сейчас руководители этой организации зовут и в Москву делиться опытом, и в Санкт-Петербург, и в Казань, да. То есть что нужно сделать? У нас нет стратегии развития общественных пространств. Нужно, конечно же, прорабатывать дизайн и идею. За это надо платить какому-то архитектору, устраивать конкурсы архитекторов, да. И тогда наш город будет уникальный, а не так, что подрядчик пришел, мы нальем бетона, плитка такая-то у меня есть на заводе, это мы сделаем так. Ну вот из чего, что могу, вот съездите все на экопарк в Северо-Востоке. Ну это же просто, там нет ни одного архитектора, здесь вообще отсутствует архитектор. Анна, я хотела спросить, вот мы в прошлом году делали серию материалов про Стеллу с пакетботами и штукатурочку, надеюсь, ваше мнение. И тут, да, тут задерживаться. Ну какое мое мнение, содрали натуральный камень, что это, какая штукатурка в нашем климате? Белая, два раза нанесенная, потому что облезла. Ну давайте ее граффити закрасим, будет уже больше пользы для подростков. А почему такой позор происходит? Ну я говорю, ну понимаете, нет специалистов и ответственного лица. Когда наймут архитектора отдельного, хорошего, можно конкурс всероссийский объяснить, кто-то готов на Камчатке. Но этому человеку надо дать работать. Надо дать работать, дать полномочий и ответственность. И сказать, вот на пять лет отвечаешь, потом вот будем помидоры, если что, кидать. Пока у нас хлебедь, рак и щука, да, в разные стороны. Я отвечу, потому что нет специалистов и дилетанты сейчас руководят. Вот я приду к тебе хлеб печь, я тебе там на пеку, понимаешь? Я тебя не пущу. Я тебе выделю микропечку и пеки свой ельзовский батон, пожалуйста. Но тут-то речь о городе. Ну правильно, и кто-то решил, что архитектор, и вот такую штуку можно поставить, понимаете? Да, и я думаю, что здесь никто не решил. Это все как-то на коленке решается, где-то задней палкой. Вообще никто не решил. Последнее время никто не решает. Тут просто кто-то придумал схему, как можно отмутить. И да, и мутит. Но мы-то в этом городе живем, нам хочется, чтобы было вокруг красиво. Не только за пределами города. А то здесь все привыкли, что красота за пределами. А в городе, да, фиг с ним. Петропавловск-Камчатский очень уникальный рельеф. Безумное количество видовых точек. У меня архитектор друг и подруга приехали с Казани, уехали, как архитекторы в глубокой депрессии. Ну, просто... У них культурный шок случился, потому что я была в Казани, я посмотрела, у них ничего нет, у них красота. Ну, то есть у них какое-то озерцо, не гор, не это. Я приезжаю в Петропавловск, даже там, с Мильково, например. Ну, это же рельеф, виды эти вулканы. Это какая-то бесконечная красота, которая... Ну, вот пригласите хорошего архитектора. На самых ярких видовых... Почему у нас на самых ярких видовых местах гаражи? И промзоны. Даже это можно обыграть, если к этому подходить творчески. Можно же какие-то сделать променады по этим гаражам, что-то раскрасить, какие-то... Ну, идей... Ну, можно, можно. Все технологии, все уже есть. Справиться можно. Можно. И в нашем городе он такой маленький, на самом деле, для того, чтобы что-то изменить. И у нас все сопки еще целы, потому что Владивосток, например, у них проблемы, он весь застроен. Там уже... Там вот чтобы... Не ткнись уже никуда. Да, а в нашем городе что, вывески в порядок привести, убраться, ну, убраться уже можно, да, в этом городе, и потом начать делать пространство для людей, а не из бетона и непонятно чего. Опять же, опять же, хочется красивое слово добавить. Теренкуры, например, да, пешеходные, вот эти вот прогулки устраивают. Мы же провели дорожки, даже не говорим. У нас есть виадук. Ну, что это? Короче, мы за. Мы хотим. Спасибо. Мы есть. Мы готовы вступить в инсайдную группу. Есть Анна и ее единомышленники. Мы готовы поддерживать. Мы хотим жить в красивом городе, в конце концов. Что за помойка, блин? И мы этого требовать надо с... Будем требовать и будем добиваться. Вот, действительно. Друзья, разобьем это. Спасибо большое, Аня. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Спасибо. Такая живая беседа получилась.